Пожалуйста, пожаловать на первый семинар по международной торговле и судебным разбирательствам по гражданским делам. Может быть, сначала нам стоит определить, какие варианты есть у тех, кто хочет, чтобы дело рассматривал в суд или какой-либо другой орган. Какие у них есть возможности, преимущества и недостатки? Первое, что приходит в голову, это судебное разбирательство в обычном суде. Это будет происходить в самом государстве. Обращение в суд – это обычный способ решения проблем. Но какие могут возникнуть проблемы? Может быть, это слишком дорого и долго? Хорошо, время и судебные издержки. Что еще? Я думаю, что суд – это очень противоречивый способ разрешения споров. И стороны вряд ли будут вступать в какие-либо коммерческие отношения после этого. Хорошо, таким образом конфликт продолжается и после этого и оказывает влияние на отношения. Так что перед нами постоянный конфликт, соответствующий судебные издержки и время. Что-нибудь еще? Конфронтация может привести к тому, что бизнес с сторон станет широко известен. Хорошо. Публичность обычно является проблемой для связи в бизнесе. Вы так же никак не влияете на используемую процедуру. Все регулируется. Мы, может быть, рассмотрим нормы права, связанные с этим позже. Но, конечно же, проблемы с процедурой существуют, так как процедуры обычно обостряют проблемы со временем и деньгами. Вам может потребоваться юридическая помощь, что также увеличит издержки. Какие другие средства Вы можете использовать для разрешения споров и каковы преимущества? АРС. И что это значит? Альтернативное разрешение споров. И что это подразумевает? Арбитраж, примирительная процедура и посредничество. Хорошо. Абитраж? Агримен. Абитраж? Конcili金. КонciliATION? Медия. Инлаги- is that it? Вот, регулярно Teresaушевов, но население до н invitedных или кандидатов на генерском медсея. Наметные деньги на упворотне и карт ZoDun, но это замечательно. А если вы пытаетесь найти другие способы решения проблемы, разве это не АСР? Не совсем, так как это менее нормально с точки зрения договора, но с точки зрения арбитража, примирительной процедуры и посредничества. Чем они отличаются? Основное различие заключается в формальном подходе. Арбитраж является более формальным, чем два других способа. У вас должна быть процедура для выбора арбитра. Я также думаю, что в данном случае важен результат судебного разбирательства. Имеет ли он обязательную силу для сторон или нет? И какие механизмы для реализации решения можно будет применять? Хорошо. Но мы рассматриваем точку зрения сторон. Что они собираются делать в этом? Если вам нужно будет принудительно исполнить решение, с альтернативным решением споров могут возникнуть сложности. Вернемся к арбитражу. Вы говорили, что существуют небольшие различия в том, что касается формального характера. Какова ситуация с арбитражем, примирительной процедурой и посредничеством? Мы рассматриваем суд как отдельную структуру, но арбитраж, примирительная процедура и посредничество – это нечто иное. Они явно менее формальны, так как являются альтернативными методами, но каковы основные отличительные черты? Мы говорим об отличиях этих трех составляющих судебного разбирательства? Нет, я имею в виду между этими тремя составляющими. Можно сказать, что арбитраж похож на судебное разбирательство, но процедура более гибкая. И стороны могут оказывать большее влияние на используемую процедуру, но у вас все-таки есть авторитетный орган. Есть группа, которая принимает решение от вашего имени, и это решение является для вас обязательным. В то время как в судебном разбирательстве, извините, при посредничестве, при арбитраже решение принимает группа. Ну, в данном случае посредник играет более пассивную роль и старается объединить мнения обеих сторон. Он не старается навязать своего решения, но старается помочь сторонам прийти к общему. Мы возвращаемся к тому, о чем вы говорили раньше. Если вы являетесь посредником, вы стараетесь найти решение, которое, возможно, нельзя будет официально признать или принудительно исполнить, так как это решение, которое вы приняли сами, и вы должны его признавать и исполнять его сами. При арбитраже и обращении в суд решение будет принимать кто-то другой, решение, которое потом может быть принудительно исполнено. Если мы посмотрим на арбитраж, у вас есть процедура и третья сторона. Чем она отличается от судебного процесса? Вы упоминали о судебных издержках, но чем еще отличается арбитражная комиссия и судья, который выносит решение по делу? Вы не можете выбирать судьбу. Ну, обычно, имея дело с арбитражной комиссией, у обеих сторон есть возможность выбрать одного-двух арбитров с каждой стороны. Вы можете выбирать стороны и использовать специалиста при рассмотрении вопроса. Судья не может быть специалистом в данном конкретном вопросе, но судья в арбитражном суде им, конечно же, может быть. Так что вам следует выбирать то, что вам больше подходит. Арбитраж и судебный процесс, как вы знаете, имеют более формальный характер во многих странах, и арбитраж становится больше похож на судебный процесс, поэтому его можно реализовать во многих странах. И решение судьи в арбитражном суде может быть также принудительно исполнено в данной юрисдикции. Хорошо. Вы можете выбирать процедуру разрешения споров, но когда вы составляете проект договора и думаете над тем, какой из методов выбрать, какие еще факторы вы должны учитывать для того, чтобы решить, где может решаться спор, и какой из способов будет наилучше? С какими трудностями вы можете столкнуться, и что вы должны предусмотреть в договоре, для того, чтобы было меньше сложностей с тем, где будут рассматриваться вопросы, и каким образом будут применяться процедуры? Может быть, вам стоит посмотреть, где вам будет удобнее проводить арбитражное разбирательство? То есть вопрос юрисдикции. И того, чье право будет применяться? Компании в Нигерии было бы неразумно применять право Германии. Было бы лучше, если бы был один суд и одна система. С точки зрения юрисдикции, каковы преимущества определенной юрисдикции для разрешения споров, и почему это так важно? Если вы выбираете юрисдикцию или место для арбитража, я думаю, вы выберете страну с хорошим опытом или традициями арбитража. Такую, как Великобритания с Лондоном, Австрия с Веной или Париж. В арбитраже существуют центры с определенной специализацией. Это действительно так. Но если вы рассматриваете обычные судебные вопросы, какие факторы вы учитываете для определения того, что лучше выбрать именно эту юрисдикцию? Я думаю, знания и системы права и имеющихся средства земной защиты и возмещения ущерба. Давайте рассмотрим их по отдельности. Во-первых, мы говорим о знании права как отдельном вопросе, а также соответствующих юристах. Я бы гораздо лучше знать, что происходит для того, чтобы получить решение, и иметь возможность в какой-то степени предсказать, что случится. Но вы также должны посмотреть, подходит ли вам юрисдикция по всем показателям. Признается ли решение или арбитраж в юрисдикции вашего ответчика? Конечно же, хорошо иметь решение и знать право с этой точки зрения. Но решение бесполезно, если их нельзя исполнить. Точно. Так что иногда лучше посмотреть, где находится имущество для того, чтобы решить, где может быть исполнено решение. Какие еще вопросы могут иметь значение? Возможно, вопрос свидетелей, возможность их найти, и где могут возникнуть вопросы. В данном случае вы смотрите не только на право, но если в этой стране что-нибудь случится, то явка свидетелей и сама возможность явки могут повлечь дополнительные судебные издержки. Так что говоря о юрисдикции, вы выбираете суд, выбирая саму процедуру, и иногда чья-то процедура проще. И это также важно. Вы будете рассматривать отдельные факты дела, и это сложно предсказать при составлении договора. При составлении можно выбрать юрисдикцию? Будет ли это иметь обязательную силу, если будет включено в договор? Да. Было ли это так всегда? Если да, каким образом решался этот вопрос, и с помощью каких юридических средств? Существует ли международные договоры, с помощью которых вы могли бы выбрать юрисдикцию, используемое положение, возможности их обеспечения правовой санкцией и используемое? Что они из себя представлены? Брюссельская конвенция и конвенция Лугана. На какие страны они распространяются, и каким образом их можно реализовывать? Они одинаковые. Не совсем. Брюссельская конвенция применяется в государствах-членах ЕС, в то время как конвенция Лугана также применяется в Европейском Союзе, а также в странах, которые связаны с ЕФТА, таких как Норвегия и Исландия. Вы можете расшифровать и ЕФТА, Европейский договор о свободной торговле? Спасибо. И Голландия с прошлого года. Хорошо. То есть конвенция Лугана применяется более широко и распространяется на основные государства-члены ЕФТА, которые связаны с Европейским Союзом, а также основные члены самого Европейского Союза. Если возникает необходимость толкования конвенции, как это можно сделать? Для Брюссельской конвенции существует Клюксембургский протокол, который является средством вмешательства Европейского Суда. Но я не уверен, что это применимо к конвенции Лугана. Нет, это не применимо. Что касается Брюссельской конвенции, она считается частью права Европейского сообщества. Следовательно, вы можете обратиться в Европейский суд, который займется ее толкованием. Что касается конвенции Лугана, вы также можете обратиться в Европейский суд, но вы можете также обращаться в суды ЕФТА для урегулирования разногласий, связанных с этой конвенцией. Но в чем суть Брюссельской конвенции и конвенции Лугана? Являются ли они одним и тем же документом? Они не являются одним и тем же документом, но они очень похожи в том, что касается сферы действия. Так что они практически одинаковы в том, что касается содержания. Между ними есть и отличия. Меняется ли что-либо в том, что касается структуры конвенции? И так меняется ли что-либо в том, что касается структуры конвенции? Да, так называемые бруссельские положения, полное название которых положение о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим вопросам. Это заменяет Брюссельскую конвенцию и только Брюссельская конвенция. Конвенция Лугана не меняется. Это объясняется тем, что Европейский суд выносил много решений, и они выявили несколько проблем в Брюссельской конвенции. И положение старается включить некоторые изменения, внесенные судами, для того, чтобы конвенция была более эффективной. Давайте рассмотрим саму Брюссельскую конвенцию. Каковы ее основные аспекты? Она главным образом направлена на определение необходимой рефлексии. Хорошо. Есть ли какой-либо общий принцип, который мог применяться? Обычно применяется принцип домицелия. Домицелия ответчика является подходящим местом для рассмотрения дела. Хорошо. И это статья? Это статья 4, раздел 1. Хорошо. Как вы говорите, в Брюссельской конвенции говорится, что иск против ответчика лучше подавать в его домицелия, так как это дает гарантию того, что вы сможете вручить им повестку. Вы сможете обеспечить их яхту в суд, и у них есть имущество. Так что вы сможете исполнить решение, направленное против. Абсолютно точно. Есть ряд случаев, когда этот принцип просто бы не сработал. Какие дела было бы сложно рассматривать в государстве ответчика? Может быть, дела, связанные с недвижимостью. Их легче рассматривать там, где находится недвижимость. Это потому, что основные активы находятся под этой юрисдикцией. Да, вы должны знать правовые аспекты, которые применяются в этих делах. Так что дела, связанные с недвижимостью, явно являются исключениями. В подобных делах обычно говорится, что система права и процедуры этой страны, где находится недвижимость... Да, это обычно национальная норма права, которая отражается в подобных делах в конвенции. Какие-нибудь другие области? Интеллектуальная собственность. Да, а почему она? Права интеллектуальной собственности отличаются в зависимости от юрисдикции. Проще было бы сказать, что решения по предоставлению прав интеллектуальной собственности ограничиваются самой юрисдикцией. Так что в другой юрисдикции было бы сложно иметь дело с этим аспектом, так как это во многом национальный вопрос. Корпоративные вопросы, связанные с компаниями. В данном случае предпочтение отдаются юрисдикции государства, в котором находится компания. Хорошо, поскольку у вас есть корпорация, и существует определенная норма права, регулирующая деятельность этой компании, вы должны рассматривать эти вопросы в государстве, где находится компания, для того, чтобы все соответствовало применяемому национальному праву. Если, например, не применяется ни одно из заключений, а мы говорили, что у нас есть правила демицеля ответчика, которые являются точкой отчета, что еще делает конвенция, и какие еще способы вы можете найти, и какие решения может вынести суд относительно подходящей юрисдикции. Место выполнения обязательств. О каких разновидностях дел мы говорим? Если ответчик проживает в одном государстве-члене, но предполагалось, что он должен работать в другом государстве-члене, ему может быть предъявлен иск в этом втором государстве-члене, где он должен выполнять свое обязательство. О каких областях права поговорим при выполнении обязательства? Договорное право. Правильно. В договорном праве лучше всего было бы посмотреть на обязательства и его выполнение, и выбрать место выполнения в качестве юрисдикции. Какие еще действия соотносятся с определенными областями права? Может быть, деликтное право в случае причинения ущерба. Я просто хочу сказать, что есть вопрос, определяющий юрисдикцию, который используется при подаче исков из деликта, когда совершается деликт или причинен вред. Я думаю, вопрос решается при причинении вреда. Да, вы смотрите на место, где был причинен вред, и помогаете стороне, потерпевшей ущерб, и то, каким образом законы регулируют это дело в данной юрисдикции. Хорошо, таковы исключения общей принципа, которые применяются. Есть ли в конвенции какая-либо статья, благодаря которой вы фактически можете сделать выбор? А если так, как эта статья? Может быть, вам поможет учебник? Статья 17-я. Хорошо, а что от вас требуется в статье 17-й? Она требует того, чтобы стороны согласились на определенное государство. Существует ли определенная форма соглашения? Да, оно должно быть в письменном виде. Хорошо, оно должно быть в письменном виде. Могут быть другие доказательства регулируемой юрисдикции, но обычно стороны соглашаются в письменном виде. Вывод о подобном соглашении можно также сделать по ответу на иск ответчиков данной юрисдикции. Что вы имеете в виду? Статью 18. Хорошо, если вы соглашаетесь передать дело в суд, благодаря этому суд также сможет получить юрисдикцию. Что означает эта передача дела? Что вы соглашаете, что суд, в который вы передали дело, будет иметь соответствующую юрисдикцию? Должны ли вы это согласовать? Должно ли это быть официальным соглашением? Нет, оно может подразумеваться. А в каких ситуациях это происходит? Если вам предъявляется иск, тот факт, что кто-то предъявляет вам иск, в какой-то степени определит юрисдикцию, а, скажем, у вас в договоре есть условия о выборе юрисдикции, вы приходите в суд и договариваетесь. Но если вам предъявляется иск в юрисдикции, которая отличается от оговоренной в договоре, если вы отвечаете на обвинение в другой юрисдикции, на каком этапе вы соглашаетесь предстать перед судом? На многих этапах уже есть судебный приказ против вас? На каком же этапе подразумевается согласие на рассмотрение дела в данной юрисдикции? Когда вы рассмотрите преимущество дела? Нет, просто когда вы отвечаете лицу, предъявляющему вам иск. Хорошо, если вы просто отвечаете лицу, предъявляющему иск, это не является согласием на юрисдикцию. Но как только вы начинаете работать с делом, ваше согласие на данную юрисдикцию подразумевается. Какие-нибудь другие возможности? Недавно мы рассматривали несколько исключений. Следует сказать, что если это не дело, связанное с недвижимостью, и так далее, всегда лучше выбирать юрисдикцию самому, так как лучше выбрать юрисдикцию, чем не иметь выбора. Но используются и правила. И мы упоминали о договорных и деликтных правилах, которые могут применяться. И мы также говорили об ИСЦе, игнорирующем выбор юрисдикции, подающем иск в каком-то другом суде. Мы всегда в данном случае рассматриваем сами стороны. Как насчет роли судов? Могут ли суды принимать решение в случае, если один из ответчиков выбирает юрисдикцию, которая не оговаривается в договоре между сторонами? Как суды отнесутся к этой попытке использовать суд, неоговоренный в договоре? Юрисдикты должны иметь суды, оговоренные в договоре, и все остальные суды не должны предпринимать никаких действий. Так что суд не должен соглашаться на юрисдикцию, если она противоречит оговоренной в договоре юрисдикции. Если один суд считает, что у него есть юрисдикция, это решение не должно пересматриваться другим судом. Великобритании рассматривалось дело, судебное разбирательство по которому началось в Греции, которое входит в европейское сообщество. Так что применяться Брюссельская конвенция могла бы. А затем ответчики попросили об исключительной юрисдикции английских судов. Предусматривалось ли в договоре выбор суда? Да, оговаривались английские суды. Их попросили решить, какой суд должен рассматривать дело. Но было сказано, что необходимо подождать, пока греческие суды не вынесут своего решения. В данном случае возникает проблема, когда в конвенции подразумевается правило первого суда, в который обратился истец. В соответствии со статьей 21, которая предполагает, что даже если второй суд это суд, который оговаривается в условиях юрисдикции, второй суд должен подождать, пока первый суд, в который обратился истец, не принял решение, независимо от того, имеет ли он юрисдикцию. И второй суд должен просто отложить разбирательство, независимо от каких-либо условий договора. Как вы правильно сказали, суды не следуют этим правилам, и возникает путаница. Но в конвенции сказано, что при подобных разногласиях именно первый суд, в который обратился истец, должен принимать решение. Так что если вы второй суд, вы должны приостановить судебное разбирательство, пока первый суд не передаст ему свое решение. Но если первый суд решит продолжить рассмотрение дела, у него будет приоритетное право. Интересно, если возникает конфликт между статьями договора, существует ли правило, оговаривающее преимущественную силу определенной статьи при возникновении разногласий? Например, если вы воспользовались своими правами на юрисдикцию в соответствии со статьей 17, применимы ли это всегда, если существуют обстоятельства, при которых другие статьи договора будут иметь преимущественную силу? Преимущественную силу будут иметь статьи 16 и 18. Можно напомнить, о чем они? В статье 16 рассматривается исключительная юрисдикция прав, связанных с недвижимостью и интеллектуальной собственностью. Это была статья 16. А не напомните ли статью 18? Она связана с представлением дела в суд. Да, если вы представили дело в суд, это отменяет условия о юрисдикции, предусмотренные в договоре. Как насчет этой идеи в статье 21 об определении того, в какой из судов истец обратился к первым? Давайте я вам помогу. Фактически, статья 17 будет иметь преимущественную силу по отношению к статье 21. То есть, условия об исключительной юрисдикции должны рассматриваться до того, как начнется судебное разбирательство. Могут быть и другие сложности. Пока мы говорили о ситуации, когда истец и ответчик относятся к странам сообщества. Но довольно часто должна возникать ситуация, когда одна сторона имеет домицей в стране, подписавшая конвенцию, а вторая – в стране, которая не имеет никакого отношения к Брюссельской конвенции, к конвенции Луганов. Какое основное правило применяется в данном случае? Ни одна из конвенций применяться не будет. Но почему ни одна из конвенций применяться не будет, если одна из сторон проживает в стране, подписавшей конвенцию? Относится ли конвенция к странам, имеющим домицей, или она шире? Она шире. Какое общее правило мы могли бы вывести? Если одна сторона относится к стране, подписавшей конвенцию, тогда сторона, относящаяся к конвенции, может настоять на юрисдикции в случае возникновения разногласий. Но нужно ли настаивать? В конвенции нет других положений. Стороны могут согласовать юрисдикцию между собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если ответчик относится к стране, подписавшей конвенцию, тогда если истец не относится к стране, подписавшей конвенцию, он все-таки может предъявить иск в стране, подписавшей конвенцию. Так что конвенция будет применяться. Хотя я согласна с вами, что она имеет гораздо более ограниченное применение и намного больше зависит от национального права в стране, поэтому вы можете столкнуться с конфликтом норм права и должны будете определить, будут ли применяться ваши нормы права. Продолжение следует... Можно задать вопрос? Вы говорили о ситуации, когда ни одна из сторон договора не имеет домицеля в стране, подписавшей конвенцию. Но недвижимость одной из них находится в стране, подписавшей конвенцию. Обе стороны обращаются в соц. страны, где находится собственность, и получают решение в пользу лишь одной из сторон. Если стороне, получившей благоприятное решение, придется принудительно исполнять его с другой стороны, то каким образом это будет происходить? Решение связано с недвижимостью, не так ли? А недвижимость находится в стране, подписавшей конвенцию. Возникнут разногласия. Оставим недвижимость и посмотрим на спор, связанный с компанией. В данном случае обе стороны могут не иметь никакого отношения к конвенции. Но если мы имеем дело с правами интеллектуальной собственности, которые относятся к Брюссельской конвенции, тогда они могут обратиться в суд своей страны и рассматривать норму права этого государства. Проблема заключается в том, что они все-таки будут иметь дело с правами интеллектуальной собственности, регулируемыми Брюссельской конвенцией. Тогда им придется иметь права, связанные с юрисдикцией, которые могут быть реализованы в стране, где существуют права интеллектуальной собственности. Им, может быть, проще подать иск в стране, подписавшей конвенцию. Но вы правы в том, что возникают разногласия, и этот вопрос не оговаривается в Брюссельской конвенции четко. И это вопрос, который может быть оскорен, и стороны смогут начать судебное разбирательство в стране, не подписавшей конвенцию. И суд в этой стране придет к выводу, что у него есть юрисдикция. В данном случае мы рассматриваем вопрос с точки зрения Великобритании. Какова была бы позиция Великобритании, если бы это произошло? Если разногласия возникают между стороной из страны, не подписавшей конвенцию, и другой стороной из страны, подписавшей конвенцию, и спор не связан с недвижимостью, нет условий об исключительной юрисдикции, каким образом английские суды решают этот вопрос? Как английские суды решают этот вопрос? Они используют соответствующие правила? Да, используют. А вы можете нам сказать, что это за правила и каким образом они регулируют? Домициль и нахождение под юрисдикцией. А на чем основано это правило? Сторона может дониметь домициля в Англии, но должна находиться там некоторое время. Достаточно для вручения повестки. Да, временного пребывания может быть достаточно, если я вам вручу повестку. Но простого вручения недостаточно для определения того, можете ли вы начать судебное разбирательство. Все-таки возникает вопрос с юрисдикцией, и английские суды применяют принцип, который может быть связан с делом, и, возможно, существует практический способ определения того, где должно проходить судебное разбирательство. Что за английское дело, и какие принципы с ним связаны? Сначала при рассмотрении дела я бы определила, имеет ли английский суд юрисдикцией. Хорошо, определение на первый взгляд, а потом. Если бы выяснилось, что английские суды не подходят, Какие факторы приняли бы вы в внимание суды, принимая такое решение? Характер спора, юридические и практические вопросы. То, о чем мы говорили раньше. Да, наличие свидетелей. Главным образом, удобен ли английский суд для рассмотрения дела? Хорошо. Британский суд рассмотрит различные практические вопросы, которые необходимо решить до того, как сказать, да, этот суд подходит для рассмотрения дела. Учитывают ли суды такие вещи, как условия юрисдикции, в которых, возможно, предусматривается другая юрисдикция? Будут ли они соблюдать условия о юрисдикции? Да. Есть ли какие-нибудь исключения? Мы рассматриваем главным образом правила неподходящего суда, которые мы рассматривали. И вы видите в материалах, что они определяют суд с наиболее реальными и значимыми связями. И они определяют местонахождение сторон и свидетелей, рассматривая вопросы, о которых мы уже говорили. Затем они разрешают перенести премия доказывания на другую сторону, для того, чтобы она могла доказать, что может быть есть более подходящий суд. И обычно, мы правы, они выполняют условия о юрисдикции. Однако, в некоторых случаях суд приходит к поводу, что этого делать не стоит. Можете привести пример? Да, дело Аламрия. Какой там возник вопрос? Дело было связано со странами, не подписавшими договор. И британские суды воспользовались своим правом определения того, следует ли применять исключительную юрисдикцию. Исключительная юрисдикция, судя по всему, дает возможность обращения в другой суд. У вас могут быть другие правила там, где Брюссельская конверция не поменится. В деле, о котором вы упоминали, а также в деле под названием Кавалла, суд сказал, что существуют ситуации, когда, судя по всему, справедливого суда в стране не будет, несмотря на то, что, судя по фактам, подошла бы и другая страна. Мы сохраним юрисдикцию, если будем считать, что существует подобная проблема. В деле, о котором вы упоминали, это был просто вопрос юридической помощи. Если вопрос сложный, а юридическая помощь, предлагаемая юрисдикцией, не предоставляется, так что справедливый суд находится под вопросом, может быть, было бы лучше проводить суд в Великобритании. Так что, как и для многих стран, определение соответствия страны будет вопросом национального права, но обе стороны могут обсудить то, что они считают наиболее уходящим. Юрисдикция – это один вопрос, о котором вы упоминали. Но регулирует ли что-либо выбор соответствующих норм? Да, существует Римская конвенция о нормах права, связанных с договорами обязательств. И где применяется эта конвенция? В странах Европейского Союза. Так что это тоже мера Европейского сообщества. А как Римская конвенция регулирует вопрос права? Стороны могут сами выбирать систему права, применимую в государстве? Да, свободный выбор системы права. Но разве это не сочетается с юридикцией? Разве выбор системы права не происходит автоматически с выбором юридикцией? Нет. А почему? Потому что юридикция регулируется формальными процедурами, а они могут отличаться от материальных норм права по делу. Не сложно выбрать процедуру в стране, которая вам подходит, и систему права, которую вы лучше знаете. Так что систему права можно выбрать в соответствии со стадией 3. Есть ли какие-либо ограничения? Вы не можете выбрать нормы права, которые не учитывают обязательных правил. Хорошо. Два человека, живущих в Бельгии, не могут выбрать другую систему права, так как они знают, что у них будут проблемы с бельгинской политикой. Существует ли требование, в соответствии с которым должна быть связь между сторонами договора и выбранным правом? Нет. Потому что в польском праве такая связь является обязательной. Что касается странства общества, единственным ограничением является точка зрения любой государственной политики, в соответствии с которой нормы права не являются подходящими. Если вы не оговариваете юрисдикты в договоре, это одно. В противном случае ограничений нет. Так что если вы не выбрали право, каким образом конвенция помогает вам определить соответствующую систему права? Основная идея заключается в типичности. Эта идея присутствует в статье 4, которая основывается на принципе наиболее тесно связанной с системой права. Вы можете привести пример, каким образом это может применяться в отношении договора, и вы должны определить типовое исполнение договора. Есть ли какие-либо указания на то, какая часть договора является типовым? Типовым является то, за что нам платят. Да, суды действительно считают, и это подтверждается статистикой независимых исследований, что время и место платежа напрямую связаны с выбором права. Есть ли какие-либо исключения в том, что касается типового исполнения? Какие-либо защитные механизмы, которые были бы введены в действии для того, чтобы люди не пострадали от сложности в выборе права? Договоры с потребителями. А можете рассказать поподробнее? Нормы права не должны причинять ущерб потребителю. Хорошо, так что, возможно, в данном случае это будет право страны потребителя, а не поставщика. Что-нибудь еще? Страхование. Хорошо, страхование и наем. Иными словами, ситуации, в которых были более сильные и более слабые стороны. Обеспечивается определенная защита. Мы рассмотрели общие принципы Римской Конвенции. Теперь давайте рассмотрим напоследок одно из дел и то, каким образом они применяются на практике в данной ситуации. Какое дело? Я думаю, мы рассмотрим дело, которое связано с лицом, которое проживает в одной стране, но у него возникают проблемы из-за несчастного случая, который произошел в другой стране. Возьмем Джона, проживающего в Англии. Он отдыхает в Испании, и в Испании он попадает под машину Чарльза из Франции. Вопрос заключается в следующем. Джон пострадал от травмы, находясь в Испании, но она была нанесена по вине Чарльза, а он из Франции. Так что дело связано с тремя разными странами. Джон вас спрашивает, может ли он предъявить иск в Англии, или он должен это сделать в Испании. С чего бы вы начали вашу консультацию? Сначала мы, конечно же, определим суд. Каким образом будет определяться суд? Первое, о чем я думаю, это травмы и иск, так что это дело. Я думаю, что это то, что мы уже обсуждали. И дело должно рассматриваться там, где был причинен вред. Хорошо, там, где произошел несчастный случай, был причинен вред. Так что по фактам дела это... Испания. Да, травма была нанесена, и вред был подчинен в Испании, так что, на первый взгляд, Испания является подходящим местом в соответствии с Бруссельской конвенцией. Но Джон принимает решение приземить иск Чарльзу в Англии, так что он предпочитает свой собственный демиции для приземления иск. Но Чарльз выдвигает контраргумент, говоря о том, что это была вина Джона, так как он был пьян и шел по трассе. Нас спрашивают, выдвинув аргумент против судебного разбирательства, который началось в Англии, Чарльз хочет, чтобы дело рассматривалось во Франции. Может ли он это сделать, и какие правила регулируют эту ситуацию? Это проблема с подачей дела. Сначала он ответил на Исп, а потом он захотел сменить юрисдикцию. Вы помните, о какой статье мы говорим в данном случае? Статья 18. Правильно. Статья 18. В ней сказано, что если дело представлено в определенной юрисдикции, это будет надлежащая юрисдикция. Так что, если он хочет отложить судебное разбирательство в Англии и предъявить встречный риск о сопричинении ущерба во Франции, сможет ли он убедить английский суд приостановить судебное разбирательство в пользу французской юрисдикции? Есть ли что-нибудь свидетельствующее о том, что Франция в данном случае является подходящей юрисдикцией? Франция, конечно, это страна лица, проявившего халатность, а не страна, где это произошло, или страна пострадавшего. Нет, я так не думаю. Может быть, он попытается доказать, что он сможет получить более справедливое решение во Франции. Или я что-то путаю. Он попытается убедить английский суд, несмотря на представление дела, не использовать юрисдикцию, несмотря на то, что у них есть на это право, так как иск был предъявлен, но, как мы уже видели, именно Испания кажется подходящим местом, так как именно там произошел инцидент. Есть ли какие-либо аргументы или нормы, которые помогут Чарльзу убедить английский суд в том, что Франция была бы более подходящим местом? Человек, по вине которого была нанесена травма, из Франции. О чем это говорит? Принцип домициля. Да, домициль это основной принцип. Но в данном случае, какой, по вашему мнению, основной принцип, который должны применять английские суды? Должны ли они признавать юрисдикцию? Есть ли какие-либо доказательства того, что статья 18 будет иметь преимущественную силу выиски из дилекта, когда наносится вред? Они должны признать юрисдикцию, так как Чарльз уже участвует в системном разбирательстве, и оно должно продолжаться. Очень вероятно, что они откажутся менять юрисдикцию и продолжат рассмотрение дела, так как Чарльз уже ответил на иск. Вас просят уточнить два вопроса. Каким образом ситуация бы изменилась, если бы Чарльз начал судебно-разбирательство во Франции? Она бы не сильно изменилась, так как именно первый суд, в который обратился истец, должен быть соответствующим судом, а не любой суд. Так что Франция должна отказаться от юрисдикции в пользу испанского суда. Но тогда французский суд будет подходящим, исходя из принципа домицелия. Но высказки здесь, да? Но юрисдикция должна остаться за первым судом, который обратился истец. Так что они могут сделать это в соответствии с конвенцией, хотя есть это явное обстоятельство причинения вреда, которое должно помочь судам в выборе. Наконец, последний вопрос семинара. Каким бы был ваш ответ, если бы Чарльз был бразильцем и предъявил иск Джона сначала в Бразилии? Бразилия не подписывала ни конвенции Лугана, ни Брюссельской конвенции. Какой иск мог предъявить Чарльз? Иск о причинении ущерба его машине. Хорошо, это встречный иск. Вы сказали, что страна не подписывала эти конвенции. Каким образом мог быть решен этот вопрос? Это был бы вопрос бразильского права. Да, и конфликта норм права и соответствующего суда. Обобщим, какой бы суд не был выбран, какое право, скорее всего, применялось бы в данном случае? Какое право должно было бы применяться, если мы находимся в европейском сообществе и рассматриваем Римскую конвенцию? Потом мы рассматриваем право, которое наиболее тесным образом связано с этим вопросом. А это? Испанское право. Снова Испания. И именно этот принцип мог бы применить Бразильский суд. Хорошо. Большое спасибо. 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 Спасибо.